Президент Садыр Джапаров посетил Верховный суд. Там он ознакомился с ходом цифровизации судебной системы страны и встретился с судейским корпусом. Выступая перед собравшимся, Джапаров отметил, что главный и важнейший шаг судебной реформы – это обеспечение безупречной работы судей и высокого качества судебной системы, тем самым оправдав надежды народа. Одним из решающих шагов реформирования судебной системы была ротация судей, подчеркнул глава государства. По его словам, в реализации реформы судебной системы будут трудности, но если цель будет достигнута, надежда людей оправдается. Президент также коснулся вопроса создания благоприятных условий для работы судей и напомнил, что полным ходом идет работа по обеспечению служебным жильем ротируемых судей. По строительству современных зданий для судей в областных центрах. Кроме того, в целях повышения уровня работы судей повышена заработная плата сотрудников ФИМИДы. Рассматривайте также вопрос обеспечения служебными автомобилями судебных исполнителей и судебных приставов. Контролировать суды о насилии над детьми и женщинами требует президент. Об этом он заявил на встрече с судейским корпусом. Глава государства обратил внимание на необходимость создания диалоговых площадок с представителями гражданского общества с целью анализа, выявления и решения проблем, вызывающих недовольство населения судебной системой, что является требованием сегодняшнего дня. По его словам, совместная работа с представителями гражданского общества даст хорошие результаты. Президент также подчеркнул, что требованием времени является разъяснение и предоставление достоверной информации через СМИ о решениях судей по судебным делам, вызывавшим стильный общественный резонанс. В Бишкеке стартовал марш, посвященный жертвам народно-освободительного восстания 1916 года. Около 30 граждан намерены посетить памятные места, связанные с трагедией Уркун. Как рассказал организатор мероприятия Гульзат Алагос, главная цель акции – это найти ответы на вопросы, как государством используется термин «политика памяти» в теме о событиях 1916-го. Какая оценка дается мероприятиям спустя 100 лет трагедии кыргызского народа? На каком уровне в памяти людей сохранились потери национального масштаба, произошедшие в 1916 году. Маршрут стартовал с южных ворот. Конечная точка – местность Каргенсай в пяти километрах от села Тусор в Четюгусском районе. Там планируется почтить память жертв событий. Марш продлится до 14 августа. Ответим, что восстание 1916 года Центральная Азия против царского колониализма унесло тысячи жизней и заставило бежать кыргызов в китайский Циньцзянь. Введен временный запрет на вывоз регенеруемой бумаги из картона за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза сроком на шесть месяцев. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Акалбек Чапаров. Кроме того, подписано решение об введении временного запрета на вывоз древесины и лесоматериалов. Решения вступят в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования. Экс-советницу министра здравоохранения Мэрием Телекову отпустили из-под стражи. Об этом сообщает её адвокат Кайсен Абакиров. По его словам, 3 августа он подал ходатайство об изменении меры пресечения своей подзащитной в следственный отдел управления ГКНБ по Иссык-Кульской области. Постановлением Каракольского городского суда 4 августа Мэрием Телекова была отпущена под домашний арест до 11 сентября этого года. Напомним, что Мэрием Телекову задержали с 17 мая. Она подозревалась в вымогательстве взятки. Сообщалось, что она была доставлена в Каракол для участия в следственных действиях в рамках дела по статье 343 Уголовного кодекса Кыргызской республики. На 55 тысяч тумов Национальный банк Кыргызстана оштрафовал обменное бюро. Об этом сообщается на сайте регулятора. Поводом стало нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов НБКР. Ранее 1 июля на такую же сумму был наложен штраф на микрофинансовую организацию. 100 миллионов долларов на развитие сферы образования Кыргызстана планируют выделить арабские инвесторы. По данным пресс-службы профильного ведомства, такая договоренность достигнута на четвертом по счету заседании арабской координационной группы, члены которой примут участие в реализации национальной программы развития Кыргызской республики на 2022-2026 годы. По словам министра Алмазбека Бещеналиева, грант будет направлен на повышение качества обучения и обеспечение учебниками. Половина кредита от Исламского банка развития, фонда развития Абудаби и других членов АКГ будет использована на строительство детских садов. Еще одна часть выделенных средств пойдет на строительство школ. Это позволит охватить еще 45 тысяч детей дошкольным образованием, и еще 45 тысяч детей смогут пойти в новые школы. А три тысячи воспитателей и учителей будут обеспечены рабочими местами, отметил чиновник. В Бишкеке начнет работать выездная амбулаторная служба центров семейной медицины, сообщили в пресс-службе мэрии. Муниципалитет на бюджетные средства закупил 7 автомашин для этого пилотного проекта. Служба предусматривает помощь лежачим больным, онкобольным, болейшим туберкулезом и палеоактивным пациентам. Она не будет обслуживать экстренные вызовы и заниматься госпитализацией. Эти функции останутся у скорой помощи. Услуги амбулаторной службы будут бесплатными. Посещение пациента на дому выездной службы формируется на основе обращения больного или его родственников или ухаживающих лиц, а также получение ЦСМ или группой семейных врачей извещения о выписке из стационара человека, в том числе по списку в журнале «Диспансеризация организации здравоохранения». Памятники советской эпохи уберут из общественных мест. Такое решение приняло правительство Эстонии, сообщает российская газета «Коммерсант». По данным издания, сегодня в этом прибалтийском государстве остается до 400 монументов, которых планируется в ближайшее время устранить из публичного пространства. А поскольку объекты монументального искусства расположены по всей стране, официальный Таллин предлагает местным властям самостоятельно определить сроки демонтажа памятников. Между тем, не всем эстонцам инициатива властей пришлась по душе. Так, например, в приграничном с Россией городе Нарва собралось около ста человек, которые выступили против сноса отдельных памятников, являющихся символами победы над фашизмом. В последние месяцы валютный рынок Кыргызстана находился в состоянии неопределенности. Такая ситуация возникла после спецопераций между Россией и Украиной. Председатель кабинета министров Акалбек Джапаров отмечает, что правительство пытается контролировать валютный рынок Кыргызстана. По его словам, поводов для паники нет. В связи со специальной операцией между Россией и Украиной сейчас наблюдаются колебания вверх и вниз на валютном рынке. Ранее местные банки завозили иностранную валюту через российские банки, теперь из других стран. Это тоже стоит денег. Банки стараются получить свою прибыль. Мы не против этого. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство. Мы более 30 лет живем в условиях капитализма, но забываем это и выдвигаем требования, как прежде это делали коммунисты. Однако некоторые эксперты в области экономики говорят, что некоторые люди пользуются такой ситуацией и спешат получить прибыль. По словам Акалбека Джапарова, во избежание такой ситуации и не быть обманутым, безопасно брать деньги только в банках. В нашей стране образован свободный рынок, поэтому никто не должен быть обманут. Все средства необходимо получать через банки. Перевод денег тоже необходимо осуществлять через банки. У нас достаточно долларов и золотовалютного запаса. Правительство тоже принимает меры. Я думаю, сейчас нет оснований для паники. Из других стран и в другие страны поступала валюта, и сейчас также. Мы обратили внимание на то, что в Россию и Казахстан уходит больше валюты. В этом отношении принимаются все необходимые меры. Ситуация в Украине создала для нас трудности. Раньше 2,5 миллиарда долларов поступало. Сейчас все поступает рублями. Из-за этого образовались 1-2 курса рубля. Но мы не можем отвечать за рубль. Мы отвечаем за курс СОМА. Экономист Оленбек Абдыров говорит, что ограничения по доллару, введенные нацбанком, мешают бизнесменам. Однако такие меры созданы для того, чтобы в нашей базе не возникало проблем, отметил экономист. От всей ситуации на валютном рынке прежде всего страдают бизнесмены. На это повлияло ограничение нацбанка. Чтобы выйти из такой ситуации, необходимо увеличить экспорт. Дефицит доллара создается из-за того, что в Кыргызстане 80% продукции импортная. Обеспечивать долларом должно государство. Оно не может, потому что у нас низкий экспортный потенциал. Самый большой источник доллара – это переводы трудовых мигрантов. Доллар, который почти два года держался стабильно, на отметке 85 сомов, в этом году начал дорожать. 24 февраля – в день, когда Россия вторглась в Украину. За два недели его курс увеличился почти на 20 сомов и достиг 106 сомов. С тех пор он начал снижаться. И в настоящее время официальный курс доллара составляет 83 сома. Походы к врачу вместо прогулок на детской площадке. Такой выбор за маленькую Фатиму сделала сама жизнь. В сентябре 2019-го у девочки появились первые признаки лейкоза – жар, появление синяков и кровотечения. Анализы показали, что уровень лейкоцитов гораздо выше нормы. Врачи поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Проще говоря, рак крови. Всё началось четыре года назад, когда ей исполнилось три года. С этого дня мы бегаем по больницам. Врачи поставили диагноз – рак крови. С каждым днём эта болезнь прогрессирует. Как только мы поступили в больницу, врачи нам сказали, нет никакой гарантии, что болезнь отступит. Сейчас мы боремся за её жизнь, лишь надеясь на Бога. Само лечение длится пять лет, а после тоже неизвестно, что будет. Узнав о диагнозе, врачи незамедлительно приступили к курсу химиотерапии. По словам мамы Фатимы, они уже прошли последний пятый курс химиотерапии. Однако, несмотря на все усилия, болезнь вновь напоминает о себе. Шестилетняя малышка стала беспокойной и начала стремительно терять силу. До болезни Фатима была очень общительной и активной. Сейчас её жизнь поменялась на 360 градусов. Ей мало что нравится, много нервничает. Боимся возить её куда-то далеко. Неизвестно, когда её состояние может ухудшиться. При лейкозе ребёнок может выглядеть хорошо, но его организм страдает. Ему нельзя контактироваться с другими и выходить на солнце. Из много других нельзя. Мы выполняем все рекомендации и наставления врачей. Пятый курс химиотерапии мы должны были пройти за границей. Но из-за того, что мы не смогли поехать, получили здесь. Шестилетняя Фатима уже прошла лечение в отделении детской онкологии и онкогематологии. Однако помочь девочке местные врачи не смогли. Ей требуется пересадка костного мозга в Турции стоимостью 120 тысяч долларов. Собрать такую сумму самостоятельно семья не в силах. Потому вынуждена обратиться за помощью неравнодушных граждан. На курс химиотерапии мы уже потратили более 500 тысяч долларов. Врачи говорят, что уже не в силах помочь и нужна срочная трансплантация костного мозга. Она стоит 120 тысяч долларов. Из этой суммы нам в настоящее время удалось собрать только 6 тысяч долларов. Я одна воспитываю дочь, поэтому не могу самостоятельно оплатить операцию. К тому же мы не смогли найти подходящего донора, поэтому стоимость операции возросла. Врачи сказали, чем раньше, тем лучше. По-другому говоря, жизнь моей дочери сокращается с каждым днем. В данное время наша сестренка Фатима болеет болезнью острый лимфообластный лейкоз. На операции требуется 120 тысяч долларов. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам, которые хотят помочь. Можете сделать перевод на Ельцом балансе номер 0771-112015. На спасение шестилетней Фатимы осталось мало времени. В срочном порядке семья должна вылететь в Турцию. Помочь Фатиме может каждый, перечислив средства на номер, указанный на экране. Мирима Албекова, Адилет Марспеков, 5 канал.